Меня зовут Ангелина Пычек и разум с земной Игорь Липсиц, профессор и доктор экономичных наук. Игорь Владимирович, приветствую вас. Добрый день, здравствуйте. Игорь Владимирович, предлагаю начать из такого. Евросоюз рассматривает возможность расширения санкций против Российской Федерации и также включения в черные списки отечественного аналога SWIFT, то есть системы передачи финансовых сообщений. Как известно, эту систему начали создавать еще в 2014 году, после оккупации и аннексии Крыма и развала отношений с Западом. Потом она заработала через два года. В 2016 году, по-моему, Путин подписал закон, который разрешает подключать к ней иностранных участников. Ну и что будет теперь, Игорь Владимирович, если все-таки ведут против этой системы санкций? Ну, смотрите, там вся идея была в том, чтобы создать некие альтернативные каналы, которые не так легко контролируют денежные потоки, как система SWIFT, от которой Россию, в общем, практически отключили. И но там, чтобы эта система была полезна, чтобы она работала не только на территории России, но и в сопредельных странах, с которыми Россия торгует. Вот сейчас, как мы понимаем, делается попытка замкнуть эту систему только внутри России, отчего она станет, в общем, бесполезной. А все прочие, соответственно, страны, окружающие Россию, будут подвергаться санкциям, если они будут к этой системе подключаться. Это все та вот самая, я бы сказал, банковская война против России, которая идет достаточно успешно в последние месяцы. И, пожалуй, из всего комплекса санкций, который мы наблюдали, это один из наиболее таких удобных и успешных элементов. И он уже, в общем, очень сильно сказывается на российской внешней торговле. Мы уже видим, как, в общем, возникли огромные проблемы в торговле с Китаем. Мы видели, как сильно упала уже торговля с Турцией, таким постоянным каналом прохода товаров в Россию. Мы видим, что, в общем, начинается проблема и у других стран. И это, ну, в общем, как бы очень такой серьезный фактор угроз внешней торговли России, потому что, ну, ты тогда не можешь нормально оплачивать ни товары, которые ты закупаешь, ни нормально получать выручку за проданные товары. Это, в общем, серьезная беда. Насколько мы понимаем, Путин сейчас пытается даже как-то поехать в Китай и договориться о том, чтобы сняли блокаду по расчетам китайских банков в юанях, в юанях, в какой-то другой валюте, с Россией. То есть в юанях нельзя из России переслать китайский банк, получить товары, завести Россию, чтобы положить на полки магазинов. Это становится такой вполне серьезной бедой. Ну вот, что из этого выйдет, сказать сложно. Но понятно, что Россия аккуратно вырезает из мировой экономики. Об этом многократно говорил. Этот термин никому не нравится в России, что вырезают страну. Никто в это пытается не верить, что Россию можно удалить из мировой экономики. Это, конечно, не быстрый, нелегкий процесс, но он идет. И чем дальше он идет, тем легче это происходит в дальнейшем. Потому что чем меньше ты торгуешь, тем меньше ты рискуешь, когда удаляешь этого партнера из круга общения. Поэтому, конечно, уже сейчас обсуждаются вопросы оплаты наличными. То есть будут пытаться возить чемоданы денег в Китае. Что из этого получится, не знаю. Пытаются обсуждать возить чемоданы наличные в Турцию. Что из этого получится, не знаю. Пытаются обсуждать вопросы бартерной торговли. Ну то есть Россия начинает как бы вот жить в ситуации, когда ей в подшипнике всыпят песок. Это еще не останавливает машину, но вызывает растущее трение. И может вызвать пожары в тех или иных частях. Да, в случае пожара может быть то, что перестанет приходить поток товаров из Китая в российские магазины и на российские предприятия. Это уже большая беда, потому что альтернативных импортных партнеров в России почти не осталось. Ну да, действительно жалуются, что из России деньги уходят, а банк, корреспондент Китая задерживает платеж и не пропускает дальше. Даже если речь идет о товарах неподсанкционных, скажем так. Но вот как пишет агентство Рейтера, ссылаясь на свои какие-то банковские источники, источники в банковских кругах, что, мол, Путин и Си обсудят возможность именно решения проблемы банковских платежей путем создания аналога системы SWIFT для стран-участниц BRICS. Уже давно была такая идея, но вот, мол, этот вопрос очень назрел. И получится ли у них это сделать? Как это может повлиять на мировую экономику? Если да, сколько это времени может занять? Ну, знаете, все, что касается BRICS, я к этому отношусь довольно скептически. Все воспринимают BRICS как нечто такое четкое, организованное, структурированное, рабочее. Это совершенно не так. Это все не более чем некий клуб, который о чем-то разговаривает, публикует заявление. У меня, смотрите, был когда-то такой разговор, что давайте мы создадим какую-то свою резервную валюту для BRICS. Они даже вложили немножко денег и создали банк специально для этой группировки стран. Но из этого ничего не выходит. И глава этого банка сказал, что не подходите ко мне с вопросами про резервную валюту, вряд ли мы это скоро с вами увидим. Думаю, что из системы платежей это тоже не так часто будет работать и не так быстро. Значит, смотрите, это же когда хорошо работает, когда у вас идут постоянные потоки платежей, товаров, услуг. И вам есть смысл такую систему создавать, потому что она моментально начинает работать и ускоряет оборот. Вот как мы понимаем, оборот между странами BRICS не настолько большой, чтобы это имело значение. А создавать систему только для России и Китая, все равно на выходе-то это же означает, что какие-то деньги должны поступить в китайские банки. А, наконец-то, китайские банки под контролем американской системы и, соответственно, попадают опять же под вторичные санкции. Это значит, надо, чтобы каким-то образом вот в те банки, которые обслуживают торговлю Китая, США, вообще никакие деньги не попадали. Значит, нужна практически двойная банковская система в одной стране. Я не думаю, что Китай будет создавать такую систему только ради того, чтобы лучше торговать с Россией. Но это очень сомнительная история. Ну, вот, кстати, говорят эксперты, что, мол, приобретает свой вес BRICS после того, как пригласили туда основные нефтедобывающие страны. Понятно, Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и также другие для расширения. И, мол, ну, с другой стороны, Саудовская Аравия и Эмираты, они же привязывают все к доллару, правильно? То есть вряд ли они будут от этого отказать. А если вы возьмете, значит, простую картинку, это, что называется, валовый продукт групп BRICS и посмотрите по странам, то картина выясняется очень простая. Практически вся основная экономика BRICS – это Китай. Все остальные страны – это такие мелкие добавки к огромному валовому продукту Китая. Поэтому, когда вы говорите про BRICS, это все, конечно, красиво скучит, как некая такая альтернативная группировка. Но, в общем, на самом деле, ее роль в экономике мира не очень велика, велика роль Китая. А все прочие страны и весь оборот торгов этих стран, они не очень велики. А, конечно, страны Ближнего Востока, поскольку они повязаны поставками и газа, и нефти в Европу и в США, то, конечно, как им закрыться, заэкранироваться от вот этого сканирования, мониторинга банковской системы со стороны США и Евросоюза? Нереально. Игорь Владимирович, ну, раз мы уже за BRICS заговорили, короткий вопрос. Там появилось сообщение о том, что советники Трампа решили какие-то санкции разрабатывать против стран-участниц BRICS за, мол, дедоларизацию. Скажите, это как популизм можно расценивать или чисто технически в США может быть какой-то механизм введения санкций? Ну, они могут пытаться вводить, смотрите, вот у Трампа все время есть какая-то идея, что мир должен быть привязан к Америке, все должно быть во имя Америки, это понятная концепция. И он, соответственно, пытается в этой логике наказывать страны, которые будут пытаться проводить какие-то внешние торговые расчеты. Что он может реально сделать? Он может реально каким-то образом вводить пошлину на товары из этих стран. Такой механизм уже однажды был им озвучен. Он в свое время угрожал, что страны Европы, если они не будут увеличивать расходы на поддержку НАТО, то он для них ведет пошлины, потому что НАТО содержится за счет средств США, европейцы не доплачивают, чтобы получить деньги, которые европейцы впрямую не доплачивают на военную машину НАТО, он будет облагать европейские товары пошлины. Ну, тогда до дела не дошло. Но механизм вот такой был предложен. Поэтому что может США сделать? Они могут ввести пошлины на товары, которые эти страны поставляют на рынок США. Это довольно будет болезненно. И, конечно, страны начнут считать, что они выгадывают, уходя из долларовой меры, и что, соответственно, они потеряют на пошлинах при поставке на огромный американский рынок. Не думаю, что вот это примерно то, что может произойти. Ну, еще немного о пакете санкций. Сейчас известно, что Европейская комиссия разослала странам пока что только проект этих санкций, 14-го пакета против Российской Федерации. Ну, и там говорится о жиженом газе. Еврокомиссия хочет ограничить импорт жиженого газа из России, но пока о полном эмбарго, они говорят, речь не идет. Отмечается, что идея заключается в том, чтобы запретить перевалку российского СПГ в европейских портах, откуда он потом, как известно, расходится по миру. Скажите, пожалуйста, если Европейский Союз все-таки заблокирует вот эту цепочку поставок СПГ, как это может повлиять на Россию, на ее кошелек? Ну, не очень сильно. СПГ не очень много дает доходов в российский бюджет. Поэтому, конечно, это, в общем, такой скорее демонстративный шаг, чем такой серьезный удар. Вот если они ведут санкции по алюминию, то это больнее, чем по СПГ. Но вот СПГ это был некий такой вариант, ну, как бы поддержки российской газовой промышленности, даже не Газпром, а газовой промышленности в целом. И тут очень много уязвимых мест у России. К сожалению, для России она очень зависит от того, будут санкции против этого сегмента газового рынка или нет. Начиная с того, что они могут не просто запретить перевалку, значит, но они могут ввести, и это вот значит страшнее для России, санкции против газовозов. У России очень немного этих кораблей, которые возят СПГ. И они, насколько мы знаем, вообще все в иностранной собственности. Поэтому, если санкции распространятся на этот флот, и Россия этих кораблей лишится, то она вообще лишится возможности экспорта СПГ, куда бы то ни было. Потому что такие корабли России строить не умеет, и у нее практически своих таких. По-моему, один есть корабль, а остальные все импортные. Поэтому, на самом деле, вот этот экспорт СПГ, он очень уязвим. Европа аккуратно это делает, потому что она все-таки какую-то часть СПГ из России сама тоже покупает. Некоторые страны, там, по-моему, Бельгия берет и еще кое-кто. Но они потихонечку, повторяю, учатся жить без России, забывать о России, не покупать у России и наказывать России всеми возможными способами. Это процесс, это не моментальное окно, он идет, и он будет лишать России шансов продавать газ не под трубопроводом, а хотя бы через СПГ. Вот эта картина сейчас становится для России все более тревожной. Ну и также были планы к 30-му году увеличить производство СПГ втрое, и, мол, чтобы доход тоже превышал по меньшей мере 35 миллиардов долларов ежегодно. То есть мы можем говорить, что в случае введения новых санкций, то эту сферу ожидает, ну, такой застой. Господи, планов-то у России было немерено. Чего там только за планы были, которые всей этой войной обрушены? Да, были планы по гигантскому увеличению производства и экспорта СПГ. Были дивные планы по производству и экспорту водорода. Все это могло быть очень неплохими источниками для российского бюджета и повышение благосостояния россиян, но все это обрушено, уничтожено войной и санкциями, а, в общем, с технологиями для СПГ. У России плохо, с технологиями для водорода у России не славно. Поэтому это все планы, ушедшие в прошлое, нереализованные. И вот этих источников дохода в России вряд ли будет иметь, и вряд ли эти источники дохода будут пополнять бюджет и, ну, как-то подкармливать население России. Все это в прошлом, все это из той России, которая уже не состоится. Да. Игорь Владимирович, еще по поводу этого пакета санкций в рамках него ожидается, что будет введен запрет на импорт российского гелия, а также усилятся экспортные ограничения в отношении марганцевой руды и других редкоземельных компонентов. Что это значит? Насколько это будет ощутимо для России? Ну, по объемам не очень, но это, повторяю, вот как бы тот самый вариант, когда вот последовательно кран за краном закрывается, через который уходит российский экспорт, и потихонечку он начинает в России сокращаться. Это уже, ну, привело к очень любопытному решению президента Путина. Он формально озвучил в послании, федеральному посланию, что Россия начинает практически отказываться от внешней торговли. Звучит страшновато, но там поставлена прямая задача сократить долю экспорта и импорта в валовом продукте России, по-моему, до 17%. То есть это уже очень небольшие доли, и если там, скажем, 17% импорта, то это, знаете, уровень Советского Союза, когда, в общем, все было свое, паршивенькое, но свое, а импортных товаров достать было невозможно только в очереди, по огромному блату. Так что вот Россия сейчас, попадая под этот огонь санкций, она начинает окукливаться, строить вокруг себя кокон, и это, конечно, дорога к гниению, потому что она будет тогда потреблять свою продукцию, как правило, невысокого качества, как правило, теперь очень технологически отсталую. Недаром Центробанк ввел понятие обратной индустриализации в России. То есть он написал, что Россия причина возвращаться от технологий 21 века к устаревшим технологиям 20 века, производить с помощью этих устаревших технологий 20 века устаревшие товары 20 века. Вот это то, что будет происходить в России. Она будет с каждым годом становиться страной все более отсталой, технологически ретроградной и, в общем, неэффективной. Вот это дорога, на которую ее загнали санкции, а точнее загнала война, породившая санкции. Кстати, в МВФ сказали, что Россия упадет уже в ближайшие три года по уровню жизни, по экономике ниже Туркменистана. За последние 10 лет ВВП на душу населения в Российской Федерации сократился на 16%, говорят аналитики. Ну и, собственно, в мировом рейтинге Россия сейчас оказывается на одном уровне с Мексикой и ниже, чем Панама, Аргентина, Болгария и Венгрия. Ну и в ближайшие пять лет доля Российской Федерации в мировой экономике упадет, и говорят, что даже будет хуже, чем в 90-х годах. Согласны ли вы с таким прогнозом? Да, это вполне вероятно. Надо посмотреть, что даже официальные прогнозы Минэкономики, уж как они не стараются, понравятся президенту. Но даже они дают падение темпов роста. Они пока еще не говорят о падении экономики. Они говорят о замедлении ростов. И рост, если, скажем, Путин рассказывал шикарные слова про 3,6% годового роста, то дальше там Минэкономики дают 2,3%. Большинство российских экономистов говорят, что опять будет 1,3-1,4% в год, начиная где-то с 2025-2026 года, и дальше будет только такой рост. Это мизерный рост, и Россия будет все больше отставать от остального мира, который растет, как правило, быстрее. И, соответственно, ее доля просто будет сокращаться в силу того, что, может быть, в ней не будет прямого обвала экономики, сокращения, сжатия пока не будет. Но все остальные будут идти вперед быстрее. Ее роль в мировой экономике будет падать. Я уже сказал, что ее еще и вырезают, и, соответственно, у нее будет сокращение экспорта. И вот все эти факторы будут усугублять ее отставание от мира. И действительно, россияне будут жить все беднее и беднее. А значимость экономики России в мире будет стремиться к очень мизерным значениям. Вообще она будет, мало кому интересно, окраины мира вдоль Ледовитого океана. Это трудно россиянам представить, но картина движется именно в эту сторону. Меняется именно таким образом. Вот, да, давайте не забывать, что в 2022 году Россия стала страной, на которую наложено рекордное количество всех абсолютно санкций. И мы вот с вами начали наш разговор с того, что будут введены новые-новые-новые санкции. 14-й пакет – это только от Европейского Союза. Вот по поводу этого вопроса про 90-е годы, да, через 5 лет. Если представить, что Россия движется в том же направлении, а ничто не говорит об обратном. Сегодня мы с вами записываем интервью. 7 мая как раз инаугурация Путина происходит. То есть, скорее всего, 6 следующих лет, так как было, и, наверное, хуже. Потому что эти санкции начинают действовать, тоже показывать какой-то результат. Что будет через 5 лет, если так будет все двигаться? А выходит, россиянин в магазин со своей сумкой, что у него может быть в кошельке и что он сможет купить вообще в магазине, в обычном продуктовом? Хороший вопрос, интересный. Он будет выбирать в очень узком ассортиментном ряду. И, собственно, этот процесс уже начинается. Россияне привыкли, что они приходят в магазин, есть большой выбор, разнообразные бренды, разнообразные товары, разные качества, можно выбирать по кошельку. Сейчас этот процесс уже идет в совсем другую сторону. Многие известные бренды исчезли. Начинается сужение ассортимента. Люди же пишут письма из России, рассказывают про жизнь. Я, поэтому, не находясь в России, получаю какой-то живой поток информации. Это, конечно, не такая всеобъемлющая информация. Но картинки сбыта. Люди пишут, что с горечью мы ходим в светофор, и даже там ассортимент ухудшился. Наверное, надо объяснить, что такое светофор – это самый дешевый продуктовый магазин в России, который себя позиционирует даже не как супермаркеты, а продовольственный склад. Вот их официальный позиционерный продовольственный склад. То есть они торговали какими-то сомнительными брендами, мало кому известными, непонятного качества, но очень дешево, и поэтому беднейшие россияне туда сбегали столбами. Но вот эти беднейшие россияне мне тоже пишут, что и в светофоре ассортимент сокращается. Что покупать будем, непонятно. То есть мы вернемся, возможно, во времена СССР. Один сорт колбасы, один сорт сыра, и это большая радость, что он есть на полке. Но вот к этому придут. При этом это будет все менее доступно, потому что инфляция не снижается. Инфляция, скорее всего, будет нарастать. Обратите внимание, что Центробанк России в третий раз не снизил ключевую ставку и даже намекнул, что он может ее повысить. Появились на всякого рода экспертные оценки, что к концу года может быть и более чем 16%. Кто-то говорит 17%, кто-то говорит 18% и более. Но, в общем, это будет означать, что инфляция очень высокая. И Россия возвращается в 90-е, я бы сказал 80-е, потому что она возвращается частично к регулируемому сообразованию. В России уже очень большой круг товаров продается по зафиксированным ценам, по согласованию торговых сетей с государством. То есть Россия возвращается практически тихо, незаметно, но неуклонно. Система государственного регулированного сообразования. А оно всегда приводит к тому, что товары исчезают с полок, появляется дефицит, появляется черный рынок, появляется блат, появляются спекулянты. Так что я вот полагаю, что через 5 лет это вполне в России опять расцветет. По поводу бизнеса. Российского бизнеса в прошлом году, говорят, 315 миллиардов рублей собрали с бизнеса. Еще интересно, по введенному задним числом налогу по сверхдоходам. То есть бизнесу как будет? Бизнес у России сейчас очень такая картина разнообразная. С одной стороны, бизнес российский сейчас пребывает в неверенном оптимизме. И это связано с тем, что идут большие потоки денег из бюджета. Сейчас все, что в России происходит, простекает очень простым образом. Государство вливает огромные деньги, которые забирает у того же бизнеса. То есть ему одной рукой дают деньги, а тут же у него забирают эти деньги через всевозможные налоги. Уже, как вы знаете, обобрали «Газпром». «Газпром» теперь убыточная компания. Это скоро надо будет датировать в огромных масштабах. Сейчас безумно обирает нефтяников. То есть сейчас налоги у нефтяников берут независимо от того, по какой цене они экспортируют. То есть высокая, низкая цена с них забирает прямо на уровне скважины, на стадии скважины и отправляет деньги в бюджет. То есть как бы замыкающим элементом становится бюджет и прибыль нефтяных компаний. То есть их обирает как не в себя. Ну и что это будет означать для нефтяной компании, сказать сложно. При этом все равно доля доходов от нефтянки падает и затраты растут. Все ведь говорят о добыче, баррели считают, цену смотрят. Это все красивые слова. Но экономисты еще смотрят на издержки добычи. А они растут в России, потому что богатые месторождения исчерпаны. Добывается нефть все тяжелее, все дороже. И прибыль убывает. А бюджет отбирает прибыль со страшной силой. Поэтому российский бизнес, он с одной стороны радуется, что у него есть какие-то госзаказы. Которые дают некую такую надежду. Но эта надежда липовая, потому что доходы бюджета очень сомнительны. И большинство российских экономистов, даже таких, ну крайне осторожных в оценках, все сходятся в том, что ну 24-й год России как-то продержится на запасах денег, которые у нее еще есть. А вот откуда возьмутся деньги на финансирование экономики, армии, военного производства, да еще какую-то социальную поддержку населения уже в 25-м, 26-м, это понять невозможно. Таких денег нет. Значит, тогда придется уже, поскольку бизнес обобрали очень капитально, еще могут обобрать. Еще не закрыта тема, что может быть повысит налог на прибыль. Мы ждем этих заявлений. Но в любом случае будут обирать сначала до конца бизнес, у него отнимут все, что могут. Потом будут просто национализировать компании и перепродавать в надежде, что с этого получить деньги. Это тоже уже Минфин озвучил эту тему. Так что Минфин работает вместе с прокуратурой России и занимает частные компании, чтобы перепродать их заново. Вот только что компания МАКФА, которая только что отняли, они сказали, а мы готовы снова выкупить, мы готовы заплатить деньги, даже целый миллиард отдать на финансирование военных действий. Ну вот это как бы еще один источник, совершенно такой безумный. Ну а дальше придется просто очень активно начать отбирать деньги у населения. Россияне пока в это не верят, что у них будут отбирать деньги. Ну это просто их такая иллюзия. У них уже отбирают деньги через косвенные налоги, акцизы их тоже повысили. Будут повышения на ЖКХ, на капремонт, на газ, электроэнергия. Это все никуда не деться, потому что иначе это все перестанет работать вообще. Еще одна инициатива очень интересная. Так скажем, местных властей в Липецке мигрантам запретили работать в такси и сфере логистики. Как они это объясняют? Говорят, что подобные решения позволят сделать рынок в данных сферах более безопасным. Ну и также увеличить количество вакансий именно для граждан Российской Федерации. Говорят, что в будущем ограничения могут распространиться на другие отрасли, сферы. И, конечно, можно не сомневаться, что и на другие области, на другие регионы в Российской Федерации. О чем это говорит? То есть мы можем предполагать, что да, россияне действительно пойдут работать в такси, там пойдут другие вот эти сферы вместо мигрантов работать. Или с каким кризисом может столкнуться Россия, если будут введены такие ограничения, такие правила в разных регионах? Ну, смотрите, значит, когда вы смотрите на Россию, надо понимать, что в России очень высокий элемент сумасшествия. И это надо просто принимать как некий данный факт, с которым приходится считаться, когда вы оцениваете решение. Значит, когда это все делается, то это элемент сумасшествия, связанный с очень высоким уровнем национализма в России, нетерпимостью к другим народам, что, в общем, всегда было в России. Но в СССР это как-то пытались подавлять. Была такая тема пролетарский интернационализм, и, в общем, как-то это пытались маскировать. Но это было всегда, всегда была ненависть очень многих в России к чужим, другим народам. Это не новая тема. И сейчас эта тема раздувается, педалируется, причем на очень высоком уровне. Такие заявления делает патриарх православной церкви Кирилл. Такие заявления делает замсекретарь безопасности Патрушев о том, что надо прекратить завод страновых мигрантов. Это разрушает российскую идентичность, губит людей. И масса людей пишет, вот как хорошо, давайте перестанем завозить. Появится много рабочих мест, и мы с удовольствием на эти места пойдем, если нам будут платить высокую заработную плату. Но давайте раскрутим эту мысль до конца. Значит, если россиянин захочет пойти в такси и работать, то он пойдет когда? Когда будут платить очень высокую заработную плату, но где-то на уровне военного завода. То есть 150-200 тысяч рублей в месяц. Возникает вопрос, сколько тогда будет стоить поездка на такси. Между прочим, она уже очень сильно подорожала. И в Москве народ уже с ужасом фиксирует, какое дорогое стало такси. И уже многие отказались от такси, хотя это был некий элемент комфорта жизни в огромном мегаполисе. Очень выросли цены на услуги такси. И если будут работать только россияне, то только в том случае, если зарплата в этих сферах будет адекватна зарплате в оборонном комплексе. Это значит, что 50-200 тысяч сегодня. Значит, соответственно, все это резко подорожает. Если, скажем, мы заменим трудовых мигрантов из Центральной Азии в жилищно-коммунальном хозяйстве, россиянами зарплатой 150-200 тысяч, то, соответственно, можно посчитать и даже прикинуть, что очень сильно повысятся тарифы на ЖКХ, которые те же самые россияне будут платить. И кричать, ну что же такое, почему так тарифы поднялись? Так поднялись, потому что нет людей из Центральной Азии, работают коренные россияне, но за совершенно другие деньги. И вы теперь должны эти деньги оплатить из своей коммунальной системы платежей. Вот это то, что россияне не всегда просчитывают в силу малой экономической грамотности очень многих людей. Поэтому вот это будет означать, что вот за все эти повышенные зарплаты, занятые только россиянами, придется самим же россиянам платить повышенными тарифами, повышенными ценами, другого варианта нет. Но даже в этом случае это маловероятно. Закрыть эти зоны занятости сложно. В России практически нет свободных рабочих рук, безработица на каком-то истерически низком уровне, 2,7 процента, это совершенно ненормальная история. И новых рабочих рук в России не появится, потому что рождаемость маленькая, а уходит на пенсию очень многочисленное старое поколение, чуть моложе меня. И, соответственно, это не поправить. Поэтому это какая-то такая абсолютно националистическая истерия, которая экономически вредна для россиян самих же. Но это поправить нельзя, национализм в России не победить. Блумберг написали, что сбежавшие за границу россияне возвращаются, поддерживая военную экономику Российской Федерации. Правда, ну такой немного сомнительный источник. По данным клиентов одной из московских компаний по переезду, примерно 40-45 процентов выехавших в 22-м году вернулись в Российскую Федерацию. Игорь Владимирович, какие у вас данные? Возможно, вы владеете информацией. Ну, смотрите, значит, это я уже комментировал эту информацию Блумберга. Она, конечно, очень сомнительная. У Блумберга есть такое подразделение оценки Блумберга. Ну, значит, это даже не расчеты, а такие вот оценки. Мы тут посмотрели на потолок, посмотрели в окошко, сложили, поделили на два и получили некую картинку. Это очень сомнительные расчеты. И все их цитируют. Они, конечно, до никакой критики не выдерживают. Да, конечно, возврат есть. И в этом, на мой взгляд, есть определенная вина западных стран, в частности, Европы. Они не создали механизм легализации этих людей. И эти люди, в общем, не имеют, даже не то, что дают только работу, но они очень маленький шанс иметь на легализацию пребывания. И поэтому возвращается в Россию просто деваться некуда. Вот я сейчас наблюдаю за судьбами этой новой русской миграции. Кто-то срочно заводит ребенка в Аргентине, рожает в Аргентине. Кто-то срочно перебирается в Португалию, там за пять лет дает гражданство. Кто-то срочно едет в Германию, там, в общем, если зацепился, через три года можно получить гражданство. Но многие не могут с этим справиться. Сложно, нет запасов денег. Им с горя приходится возвращаться в Россию. Это будет, конечно, беда. Я боюсь, что эти люди, возвращаясь в Россию, не понимают, что их ждет в будущем. А я понимаю, что дальше их ждет, ну, как бы, вполне возможная угроза теракта на всяких родообъектах России и угроза террора со стороны российского государства, потому что в России будет нарастать и количество терактов, потому что подрастает молодежь, у которой нет будущего хорошего. И возможно, что вот эти люди за то, что они уезжали из России на долгое время во время войны, тем самым проказали свою нелояльность, они очень скоро окажутся, что называется, на мониторах вот этих силовых структур, их будут ждать репрессии. Людям кажется, что их никто не заметил, не помнил, о них никто не знает. Нет, это иллюзия, и скоро будут повторяться в России вопросы, которые были стандартными для моей молодости в Советском Союзе. Что вы делали до 17-го года, или есть у вас родственники за границей? Вот теперь будут спрашивать, что вы делали после февраля 22-го года, где вы находились в течение двух лет? А почему вы покинули Россию? А вы, значит, не поддержали решение партии и правительства о введении войск на Украину, значит, вы нелояльны. А вот тут, знаете, надо дорогу проложить на севере, в Сибири. Вот мы вас туда, в трудовые лагеря и отправим. Это беда большая, что вот этот процесс идет. Может быть, он не такой экономически значимый, но за ним стоят человеческие драмы, людей, которые не приняли войну, но не смогли вписаться в другую страну. И также еще одна тема. Соратники Алексея Навального из ФБК и издание проекта рассказали о реконструкции Дворца Путина стоимостью 100 миллиардов рублей под Геленджиком. Эта реконструкция прошла в 21-22 годах в обстановке строжайшей секретности. Ну и также показали видео из помещения этого дворца. Ну, там очень много можно пересказывать, чего стоит только пуф, который находится в туалете Владимира Путина за 300 тысяч рублей. Один диван там холит 900 тысяч рублей. Цены просто сумасшедшие. Ну и также стоит отметить, что вся, практически вся мебель импортная, итальянская, французская. Техника тоже там американская. Даже есть американские спортивные тренажеры. Как это все воспринимают россияне, у которых каждый день уровень жизни все ниже, хуже, особенно пенсионеры, которые сталкиваются с тем, каждый день как выжить, сталкиваются с этим вопросом? Да никак они не воспринимают. Те, кто помоложе, завидуют. А старики говорят, он царь, ему положено по-царски жить. Ну вот надо, к сожалению, понимать, что психология россиян, она именно такая. Как вам сказать? Вот все эти фильмы с изоблачением коррупции, которые интересно и талантливо снимал Навальный и его коллеги, они для россиян как желтая пресса. Селебритис. Вот так живут богатые, так живут знаменитые. Это завсегда интересно, как они так классно живут. Вот я бы тоже так хотел, такой пуфик. Это вот этот уровень, это ничего другого. Это не порождает гнев, это не порождает политической активности. Это некая такая светская хроника из жизни богатых президентов. Просто я понимаю, что это может казаться странным, но российская жизнь, она такая. Смешно было, я тоже хочу такой пуфик. Извините, Игорь Владимирович, не смогла сдержать смех. А вот по поводу этой психологии, когда у Путина стоит американская, французская, итальянская мебель в доме, он же ненавидит все западное. Ну и что, какое это имеет отношение? Все ближайшие к нему люди имели яхты, построенные на западе, имели недвижимость. В свое время, так сказать, мы видели целые регионы на юге Италии, которые были густо заселены богатейшим россиянам. Там вообще кроме русского языка-то почти ничего не звучало. Итальянский был только обслуживающий персонал. Но это нормально. Россияне всегда так жили. Они всегда поливали грязь в Европу. Всегда все предметы роскоши привозили из Европы. Почитайте Пушкина. Он об этом Евгении Негине рассказывает, что все привозится из Европы. Это было всегда. Россияне проклинают, ненавидят Европу. Говорят, что она им ганит, она им вредит, она им враг. А на самом деле мечтают жить так, как там. Знаете, был такой очень смешной эпизод. Я как-то ехал по одному из подмосковных шоссе, а там рекламировались подмосковные коттеджные поселки элитного класса. И у одного поселка была дивная реклама. На всю жизнь запомнил, обожая о ней рассказывать. Там было написано, значит, поселок, такое-то английское название. И дальше слоган. Эмигрируй каждый вечер. Идеальная реклама, да. Что может быть привлекательнее, Игорь Владимирович? Правда? Какое может быть слоган? Да, вот хотя бы тут приехал шикарный поселок с названием какой-то там хаус. По иностранному у тебя дом, отделанный по европейским стандартам. Итальянская штукатурка с итальянской плиткой, итальянская жакузи. И погрузился в жакузи, и вроде как бы ты не в России, а почти в Италии. Ну вот отключился от этого ужаса, который вокруг, и который называется Россией. Ну это иллюзия, но для россиян это вот очень такая характерная психологическая модель поведения. Спасибо вам огромное, Игорь Владимирович, за этот разговор. Игорь Владимирович, за этот разговор.